40 детей в час рождаются в Казахстане, а в сутки на свет появляются в среднем больше тысячи малышей. Такие данные привели в Минздраве. Из года в год статистика рождаемости в стране растет. О том, как важно развивать институт семьи, на самом высоком уровне говорил и президент Касамжумар Токаев на национальном Курултае в ТРАУ. Наш корреспондент Мария Горбунова встретилась с 25-летней многодетной мамой, в семье которой уже шестеро детей. Символично, что это произошло в преддверии Дня Матери, который казахстанцы будут отмечать 12 мая. Какой вкусный мальчик! Какой вкусный зайчик! И таких зайчиков у 25-летней Ажар Кабитовой шесть. Самый старший Амаль четыре года, двойня, Алану и Аише по два. А тройняшки Амирхан, Алихан и Амре скоро отметят четыре месяца. И у каждого уже проявляется свой характер. Няни у детей нет. А Ажар с мужем пока справляются своими силами. Мы сначала испытали огромный шок, когда узнали, что у нас двойня. А еще большим шоком было узнать, что у нас тройня. Всем дается по силам. То есть с первым ребенком мне было намного сложнее, чем сейчас с шестью детьми. Потому что когда у тебя шесть детей, у тебя операционка уже налажена, ты уже вливаешься в это и все. Ты становишься частью материнства и у тебя нет другого выхода. Познать женщинам радость материнства уже 20 лет помогает акушер-гинеколог Мадина Утельбаева. В начале врачебной практике даже записывать пыталась, сколько малышей родилось с ее помощью. Но после отметки в пять тысяч сбилась со счета. Рождение ребенка – это счастье, чудо для любой женщины. Но как для врача, это часть моей работы, осознание того, что я являюсь проводником, что я помогаю женщинам обрести это счастье. В нашем центре в прошлом году родилось 8 120 детей. В позапрошлом году примерно такие же цифры. Вообще за последние 10 лет идет процесс в сторону увеличения на 30%. Официальная статистика это подтверждает. В прошлом году в Казахстане родилось без малого 388 тысяч детей. Это немногим меньше, чем годом ранее, причем мальчиков больше, чем девочек. Чаще всего роды принимали в Мангистауской, Туркестанской областях, а также в городе Шимкент. Поддержка материнства и детства – отдельная статья расходов, на которые государство не скупится. С начала года, например, размеры всех пособий выросли на 7%. Если первый, второй или третий ребенок родился, то размер этого пособия составляет в этом году 140 тысяч тенге единовременно. Если в семье родился четвертый и более ребенок, то 232 тысячи тенге. Если мама работала, то ей выплачивается пособие по беременности и родам из фонда социального страхования, размер которого зависит от заработной платы за последние 12 месяцев мамы. На вопрос, как успевать совмещать быт и воспитание стольких ребятишек, у нашей героини один совет – иметь четкий режим и уметь договариваться о помощи с близкими. Тогда и даже на хобби время останется. О прелестях и трудностях родительства она ведет блог в соцсетях. Я всегда выделю себе один час, чтобы посмотреть любимый фильм, выпить кофе, почитать книгу. То есть, если мама в ресурсе, то и все остальные счастливы. Главное не чистота и порядок в доме, а комфорт и погода, конечно же. Мария Горбунова, Махсюд Сарабаев и Алла Сагатова. Астана. Первый канал Евразия. Все, давай.